Вы уйдете в сторону Космополитена или журнала Vogue от своего покупателя. Здесь допускается одна большая ошибка. Кажется, что это мы где-то берем поштучно этих человечков, да, и вот и показываем им свой товар. И они такие, ааа, какие хорошие костюмы, да, и будут это покупать. YouTube, мой любимый вообще канал, моя любимая соцсеть, конечно же. Всем привет, с вами Юлия Трус, и вы на канале Московской Академии Экономики и Развития. И в этом видео мы продолжим с вами рубрику «Разбор разных ниш». И сегодня мы поговорим с вами об одежде. Нужно ли на сегодняшний день заходить в нишу одежда? Давайте мы не будем с вами конкретизировать, какая одежда, для кого одежда, из чего одежда, где эта одежда, обрисуем просто. В общем, естественно, на фоне того, что многие бренды ушли, мы остались без одежды. Казалось бы, да, рынок заполнен, все везде есть, но вы сами, скорее всего, знаете, что если ты хочешь что-то себе купить, купить нечего. Если мы опираемся на основной закон экономики, спрос порождает предложение, мы с вами видим, что спрос вырос, предложение сузилось. Соответственно, там есть деньги. Вам важно туда выйти, правильно выйти, естественно, да, и заработать свои деньги, потому что спрос огромный. И я вижу основную ошибку начинающих предпринимателей в том, что они концентрируются, скажем так, фокусируются не на том вопросе, они думают, чем заняться. И начинают сразу искать, где можно закупить, где произвести, у кого взять. На самом деле нужно начинать не с этого, нужно начинать с понимания, кому и где ты будешь продавать. Любой бизнес всегда начинается с планированием продаж, потому что закупить на сегодняшний день несложно, ну хотя не так просто, как раньше, да. Закупить товар, произвести товар, это, конечно же, тяжелейший труд, но еще больше труд продать. Поэтому начинаем всегда с расчетов, сколько мы можем продать, есть ли там деньги, есть ли спрос на этот конкретный товар, который вы ищете. Насколько спрос удовлетворен уже вашими конкурентами, и есть ли там какая-то вообще еще возможность заработать. То есть начинаем всегда с понимания, можем ли мы там заработать столько, сколько нам надо. Потому что можно выйти и заработать свои 10 тысяч рублей в месяц, да, и говорить, ну вот как бы и все. И потом думать, как заработать больше, а никак, потому что здесь всего лишь свободных было десяточка в месяц. Следующее, после того, как мы определяемся с нишей, с тем, как мы будем продавать этот товар, нам нужно подумать, а как же мы будем продвигаться. Как мы будем находить этих клиентов, потому что продвижение это поиск людей, которые будут покупать. И вот здесь стоит вопрос, на сегодняшний день где лучше всего продвигаться, да, какую площадку, какой канал для продвижения выбрать. В первую очередь, естественно, я рекомендую посмотреть на маркетплейс. Да, на маркетплейсах много сложностей, да, там высокая конкуренция, да, там нужно платить комиссии и издержки и так далее. Но, когда вы работаете на маркетплейсах, вы освобождены от самой большой головной боли. Вы не занимаетесь доставкой. Следующее, вы не занимаетесь приемом денег, а, соответственно, с вас снята вот эта обязанность, ответственность, как принять деньги. И следующее, вы освобождены от обязанности администрировать тот канал, куда люди будут приходить. То есть у Валберриса вы только отдаете, вы заполняете и все, и вы работаете только со своей карточкой. А сам Валберрис продвигает, работает со всякими багами, со всякими атаками и так далее. То есть с вас снята серьезная головная боль. Но на маркетплейсы недостаточно просто загрузить свой товар и каким-то образом там зарегистрироваться, потому что таких мечтателей очень много, и они нифига там не зарабатывают. Если вам надо зарабатывать, вам нужно думать о том, как выйти в топ. И видео о том, как выйти в топ на Валберрис, посмотрите вот здесь. А помимо маркетплейсов, есть еще, естественно, соцсети. Да, какие соцсети на сегодняшний день качают по одежде? Это Инстаграм, он все еще работает. Не слушайте вопли людей, которые просто не умеют там работать. Естественно, ВКонтакт тоже не надо говорить, что ну там все сложно, там сложно, но там очень много денег. И ВКонтакт на сегодняшний день это единственная, можно сказать, соцсеть, которая растет, растет так крупно по сравнению с другими. Одноклассники тоже самое, не надо говорить, что там только пенсионеры. Во-первых, у пенсионеров есть деньги, во-вторых, не такие уж и пенсионеры. Естественно, работа в мессенджерах. Присмотритесь к мессенджерам. Они не ведутся как соцсети, то есть туда не надо просто там писать посты, приглашать, а работать через мессенджеры со своими уже существующими клиентами для того, чтобы зарабатывать с них еще больше денег. То есть продавать повторно, повторно привлекать их какие-то контакты. Сайт. Свой собственный интернет-магазин. Многие посматривают, поглядывают в сторону собственный интернет-магазин. Это, конечно, прекрасно, это классный инструмент, но здесь нужно понимать, что вы вылетаете автоматом на администрирование, на постоянную работу с площадкой. И если вы не умеете, то вам нужен будет специалист, который будет работать с вашим сайтом. Если вы только начинаете, и у вас нет компетенции, чтобы самому администрировать свой собственный интернет-магазин, вот не надо. Лучше тогда соцсети, либо маркетплейсы. Начинайте с того, где есть бесплатные инструменты. У интернет-магазинов нет, к сожалению, бесплатных инструментов продвижения. Ютуб. Мой любимый вообще канал, моя любимая соцсеть. Конечно же, здесь нужно понимать, что Ютуб для одежды прекрасно работает. В каком плане? Вы снимаете контент, который вы сможете использовать во всех других соцсетях. Когда вы снимаете видео со своей одеждой, вы снимаете еще и фото. Ну, то есть вы сразу делаете две работы. Следующее, что нужно понимать, Ютуб занимает много времени и сил. То есть тебе нужно светить своим лицом, и если ты готов это делать, то как бы ок. Если не готов, не нужно думать, что мои продавцы, мои девочки, мальчики это все организуют. Здесь действительно так, как ты, не организует никто. Как бы ни были влюблены в свою работу твои сотрудники так, как ты, они не будут работать. Представь себе ситуацию, что сегодня эта девочка работает, да, и она кайфует, а завтра она уходит. Ты будешь искать такого же или ее будешь удерживать, или сам пойдешь. Поэтому Ютуб классный канал, если ты понимаешь меру ответственности и все последствия, когда ты заходишь в Ютуб. Пожалуйста, когда вы занимаетесь одеждой, не думайте о том, как делать уникальный контент. Потому что вы провалитесь в какие-то сторителлинги, в безумно красивые фотосессии. Вы уйдете в сторону Космополитена, там, или журнала ВОК, да, от своего покупателя. Продают фотографии, как в интернет-магазине, как на ЦУМе, обычные фотографии товара. Красивые фотографии, которые хочется рассматривать, именно фотографии, как искусство, они не продают. Очень часто достаточно описания товара, понятного, конкретного описания с ценой. Следующее возражение я сразу слышу. А как же люди разве будут хотеть читать посты с ценой, там, или посты с описанием товара? Важно понимать, что нужно набирать людей, не тех, которые пришли сюда почитать посты, а людей, которые пришли посмотреть на шмотку, которую они захотят или не захотят купить. Что такое продвижение? Продвижение – это настижение целевой аудитории. То есть это поиск людей, которые купят твой товар. Здесь допускается одна большая ошибка. Кажется, что это мы где-то берем поштучно этих человечков, да, и вот и показываем им свой товар. И они такие, ааа, какие хорошие костюмы, да, и будут это покупать. Так можно работать с бесплатными инструментами в самом-самом начале, да, это когда вы там заходите в комментарии к своим конкурентам, заходите в личку людей, которые комментировали, предлагаете им свой товар. Здесь, конечно же, большой риск, что вас заблокируют. В самом начале эти бесплатные методы, они могут работать, но нужно понимать, что там ограниченные продажи, и они непрогнозируемые. То есть ты никогда не знаешь, продашь ты на этой неделе товар, или не продашь ты на этой неделе товар, а уже поставщик будет говорить, как бы, денежки не мешало бы заплатить, или наступает следующий сезон, и тебе надо уже другой товар привозить, а ты все еще сидишь с этим. Каким образом привлекается трафик? Учитывая, что на сегодняшний день, когда мы снимаем это видео, Facebook заблокирован, соответственно, у нас нет таргетированной рекламы, то самый простой инструмент продвижения мы утратили, мы не можем продвигаться. Остался MyTarget, остался Target во Вконтакте, остались возможности привлекать трафик от мобильных операторов. Много способов поиска трафика на сегодняшний день прекрасно работают, и цены там тоже сносные. Естественно, в рамках одного этого видео я не могу рассказать все инструменты и все их обрисовать. У меня есть канал в Телеграме, посвященный трафику. По ссылке под этим видео переходите, подписывайтесь и выполняйте все упражнения. Как только вы выполните все, что там прописано, вы начнете получать результаты в виде трафика, который будет покупать. Тоже такая есть ошибка. Все мы, скорее всего, ведем какие-то свои соцсети, и кажется, что, ой, я сюда просто добавлю свой товар, или выделю отдельный там свой канал, где я буду вести там про свой товар, там, допустим, костюмы. Ты начинаешь там костюмы, 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 и кажется, ой, а вот цветок красивый я сфотографировала, а поставлю я сюда цветок, или какой красивый рассвет, поставили рассвет. И тут пришли люди, и они видят, что здесь есть там три фотки с костюмом, три фотки с какими-то постами, людям непонятно. Та площадка, куда ты принимаешь людей, она должна быть оформлена как магазин. В соцсетях будет поджидать коварная опасность. Вы увидите, что все проводят какие-то конкурсы для того, чтобы поднять вот эту вовлеченность, ну и, соответственно, на поднявшейся вовлеченности как-то продавать свои товары. Не ведитесь, пожалуйста, на это. И уж тем более никогда не разыгрывайте свои товары, не важно, что это, одежда, консультация, потому что таким образом вы поднимете всех тех, кто хочет купить за деньги, они будут надеяться, что, ну, зачем мне сейчас покупать, если можно выиграть бесплатно. Плюс там еще присоединяется куча халявщиков, которые, ну, им не важно что, не важно где, лишь бы на халяву, да. То есть вы действительно увеличите какую-то там вовлеченность, и вы будете уже сидеть, потирать ручки. Остальные, кто хотел купить ваш товар, они разочаруются и уйдут. То есть у них ассоциации с вашим товаром будут плохие. Они хотели выиграть, они выполнили все условия, и они не выиграли. А кто-то получил на халяву. Почему я за это буду платить? То есть вы таким образом нагреете людей для ваших конкурентов. Они пойдут и купят это, может быть, даже за большие деньги, но у ваших конкурентов. Если у вас ваш товар дороже, чем у конкурентов, то, соответственно, и ценность должна быть выше. То есть там есть что-то еще дополнительное, кроме товара. Если все то же самое, они купят там, где дешевле, и это абсолютно нормально. Если хочется продавать дороже почему-то, там должен быть какой-то сервис дополнительный, возможно, какая-то скорость. Если вы придумываете, как можно удорожать, а вот это все, что вы придумали клиентам, не надо, они будут покупать там, где дешевле. И, скорее всего, вот сейчас возникнет вопрос, а как научиться так работать с целевой аудиторией, чтобы все увидеть, чтобы все было на ладони. Я могу сказать сразу, что это не просто, это длительный процесс, это глубокая работа с маркетинговыми исследованиями. И если вы готовы так поработать, так глубоко погрузиться в маркетинговые исследования, то по ссылке в описании переходите, добавляйтесь в нашу академию, получайте настоящее маркетинговое образование. Может показаться, что отзывы хорошо продают. У людей, которые уже продавали, у которых уже были какие-то продажи, им кажется, вот, блин, отзывов не хватает, почему они не пишут, что сделать, чтобы они оставляли отзывы. Неправильно сидеть и ждать, что люди начнут писать отзывы, потому что у тебя хороший товар, потому что ты молодец, а вообще-то тебя все хвалят. Люди не будут писать просто так. Люди пишут обычно негативные отзывы, а быстрее, чем положительные отзывы. Просто просите людей написать отзывы у вас на странице, может быть, где-то на отзывиках каких-то, на картах в Яндексе, где угодно. Если ваши люди все равно не пишут, вам нужно им продать идею писать отзывы о вашем товаре. Возможно, они будут получать какие-то бонусы, да, как лояльные клиенты, возможно, они будут получать какой-то подарок, и на восторге писать ваши отзывы. Но нужно понимать, что отзывы не продают. Отзывы дожимают. Люди говорят, а стоит ли заниматься бартером? Мы дарим свой товар кому-то за что-то, а он нам что-то. Обычно речь идет о том, что я подарю свою одежду, а блогер сделает мне бесплатную рекламу. Так вот, первое, это не бесплатно, потому что себестоимость плюс надбавочная стоимость у вас уже ушла. То есть вы заплатили этому блогеру своим товаром и своей недополученной прибылью. Иногда лучше работать не за бартер, а продать эту одежду и заплатить блогеру, который делает рекламу хорошо. Потому что обычно те блогеры, которые готовы работать за бартер, еще пока не умеют делать хорошо рекламу. И еще не сказала про две очень частые ошибки. Первая ошибка – это закупить товар, куда-то его выложить и сидеть ждать, что вот-вот-вот пойдут деньги. Нет, не пойдут. Если вы не будете заниматься маркетингом и продажами продажи, не пойдут и денег не будет. И следующая ошибка – думать, что я не хочу заниматься маркетингом, зачем мне это нужно, я сейчас привлеку маркетолога, сммщика, и они мне все поделают. Тут проблема в том, что когда вы не знаете маркетинг, когда вы не понимаете, чем должен заниматься маркетолог и сммщик, первое – вы не сможете найти нормального сотрудника, нормального человека, который владеет инструментами маркетинга, соответственно, кто себя лучше продаст, того вы к себе и возьмете. И если вы не умеете координировать действия своего сотрудника, если вы не умеете принимать полученные результаты, и понимать, было что-то проделано или не было ничего проделано, то, скорее всего, у вас этого бизнеса не получится. Особенно, если вы в самом начале, это у вас первый опыт, или там второй, но первый был негативный, в начале вы у себя и сммщик, и финансист, поэтому важно изучать маркетинг самостоятельно. В своем бизнесе вы и есть самый главный маркетолог, и вы должны разбираться в маркетинге лучше всех, особенно в самом начале. И чтобы изучать маркетинг самостоятельно, достаточно просто подписаться на этот канал и поставить колокольчик. А на этом у меня все, до новых встреч, пока-пока.